Приветствую вас друзья на моем канале. Сегодня у нас опять шокирующие аккумуляторы на тестах. С тех пор как я их заказывал в первый раз. Прошло уже год и три месяца и вот недавно буквально партия у меня закончилась. Решил заказать и еще раз проверить стабильное ли качество этих аккумуляторов. Потому что несколько человек писали мне что качество аккумуляторов не такое как у меня в видео и сейчас мы это проверим. Мне самому очень интересно. Насколько я помню раньше такой визиточки у него не было. Интересно. Очень интересно. Какие-то у него здесь еще аккумуляторы. Можно тоже полюбопытствовать, может хороший. Протестировать. Зайти посмотреть что это за аккумуляторы. Какая емкость может, если интересно, взять на тесты. Так, сколько у нас здесь? Все правильно. Здесь 40 штук. Традиционно надо измерить вес. Количество тоже нормальное. 40 штук тоже. Гирька 20.06. 47. 47. 48. 47 грамм получается. Традиционно измерим внутреннее сопротивление элементов. Кстати говоря, где тот, который 48 грамм. О, вот его там и сравним. Офигеть, я попал прямо в него. Как бы его положить. Так вот. Сопротивление щупов равно нулю. 33 миллион. Отложу в сторону. 35 миллион. 34. 30. 35. 37. 33. 33. В среднем получается 33 миллиома. 37 это единичный случай. В той партии то же самое было. Насколько я помню, несколько элементов были с таким сопротивлением. 34 и 8. Не знаю, где здесь разброс, мне говорят. Не знаю, где здесь прям сильный разброс. Я бы не сказал, что за такую цену это прям сильный разброс. Какие-то можно отбраковать. Допустим, те же с 37 миллиомами можно отбраковать. 32. Ну, вы сами видите, я беру хаотично, выбираю. 33, 34, 37 миллиом. Такого большого разброса, как мне пишут там некоторые люди, я не наблюдаю. Все, в принципе, нормально. Образец у нас будет 38-ми граммовый. Один. Не важно. Любой, любой возьму. Так, а какой здесь был 38-ми граммовый-то? Ой, 48-ми граммовый. А вот этот вот и 48-ми граммовый. Поставлю заряжаться. Пусть будет ток заряда 2 ампера. Что-то не хочу я ждать долго. Все, пусть заряжается. Как зарядится, будем разряжать и проверять емкость. Интересно, какая она и насколько сильно нагреется аккумулятор. Кстати, термодатчик я зацеплю, чтобы зарядка хоть отрубилась. Если я профукаю, вдруг они будут греться чрезмерно. Левый элемент уже зарядился, правый почти зарядился. Кстати говоря, стоимость этих элементов в этот раз еще ниже стала. 2 доллара за элемент. Причем есть еще и кэшбэк, с помощью которого можно вернуть до 8,5% от стоимости товара обратно. И получается, что стоимость этих элементов еще ниже. Поэтому обязательно пользуйтесь кэшбэком. Регистрируйтесь на сайте EPN Cashback. Устанавливайте бесплатный плагин, через который можно легко получить кэшбэк. Ссылку на регистрацию и плагин я оставлю в описании. Правый элемент тоже заряжен. Ставим по-быстрому на разряд. Ток поставлю 5 Ампер для обоих элементов. Большим током смысла нет их разряжать, так как сопротивление 30 мили Ом. С таким сопротивлением разряжать большим током смысла никакого нет. Разряжать будем до 2,5 Вольт. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Больше половины емкости израсходована. Измерим, какое реальное напряжение на элементах. Зарядка показывает 3,2. Реально 3,32. Здесь почему-то ниже, потому что холдер окисленный. Здесь был у меня элемент, который потёк. 3,3 Вольта. Одинаковое напряжение на этих элементах. Так, а что у нас по температуре? Температура, в принципе, приемлемая. Градусов около 50-55. Так как датчик немного неправильно измеряет, 42 градуса показывает. Здесь термоусадка датчика самого. Поэтому он не совсем точен. Продолжим дальше тест. Разряд закончился. Элементы отдали 3300 и 3400 мАч. Этот отдал меньше здесь. Здесь окисленная вот эта часть. Просадка здесь была. И раньше он отключился. Отличные элементы. Также, думаю, куда-нибудь разойдутся во всякие устройства. Такие элементы актуальны для меня лишь только потому, что в некоторых ещё устройствах они используются. Я уже применяю везде литий-NMC-химию. Измерим внутреннее сопротивление разряженных элементов. 39 милиом. 40 милиом. Сопротивление разряженных элементов всегда выше. Здесь ничего удивительного нет. Спасибо всем, кто смотрел. Если понравилось, ставьте лайки, поддержите канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Также, не забывайте пользоваться кэшбэком. Я сам пользуюсь этим кэшбэком, поэтому смело могу вам советовать. Всё отлично работает. Деньги всегда через определённое время возвращаются. Когда получение товара подтверждается через определённое время, деньги становятся активными, и их можно вывести. Отдельное спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. Такие элементы смело можно заказывать. Использовать их в самокатах и других транспортных средствах, где батарея относительно небольшая. Там, где батарея большая, уже есть смысл использовать NMC-элементы. Тесты NMC-элементов есть на канале. Можете полюбопытствовать, посмотреть. Держатся они получше, конечно, но эти элементы чем хороши, ими можно заполнить практически любое пространство. Кто постоянно имеет дело с большим количеством таких элементов, советую приобрести такой прибор для измерения внутреннего сопротивления. Ссылка на него будет в описании. Почти в каждом видео я его использую. Там, где тестирую аккумуляторы. Всегда проверяю внутреннее сопротивление. Без него уже я даже не знаю, как быть. Приходят элементы, сразу тестируешь. Раньше я делал это зарядкой. Она, конечно же, это делает не точно. А этот прибор делает всё точно и быстро. На этом у меня всё. Увидимся в следующих видео. Всем пока!